Москва, Быково, начало войны. В начале июня 1941 года я сдал последние экзамены и перешел на второй курс юридического института. Отметки по дисциплинам, кроме теории государства и права и латинского языка, у меня были неважны. Я понимал уже ясно, что юриспруденцией заниматься не буду и привлекали меня в институте только самый внезапный роман с девочкой, имя которой я забыл, и заседание литературного кружка, руководил которым Осип Максимович Брик. Видимо, я уже не сомневался, что буду писать до конца жизни. Однако на практике все оказалось гораздо сложнее. 22-го утром, проезжая на велосипеде мимо одной из соседних дач, я услышал фрагмент из речи Молотова и через 5 минут уже был дома. Родители, брат, гости пытались понять, что будет. Все были уверены, что война больше трех недель не протянется и что капитуляция фашистской Германии неизбежна. С утра до вечера слушали сводки информбюро и все более и более удивлялись неожиданному и пугающему развитию событий. В июле немцы начали бомбить Москву. Днем мы сидели у репродукторов. После 12 часов ночи над нами начинали кружить немецкие бомбардировщики. Где-то за Люберциной, а может быть вдоль всей окружной дороги, наши зенитчики организовывали заслоны. Трассирующие пулеметные очереди образовывали сплошные световые узоры. В воздухе разрывались снаряды. Самолеты заворачивали и опять оказывались над нами. В августе немецкие самолеты каждую ночь бомбили Быкова. Мы выкопали квадратную яму 2 на 2 метра и глубиной метр полтора. На дно положили ковер. На ковер поставили 6 стульев. Сидели на стульях, прижавшись друг к другу и напряженно смотрели на небо. Один за другим пролетали над нами немецкие самолеты. Приблизительно через 4 минуты в районе Люберец образовывалась сплошная стена огня. Тысячи трассирующих зеленых и оранжевых пулеметных очередей, сотни осветительных ракет, сотни прожекторов. Их лучи, пересекая все видимое пространство, двигались во всех направлениях. И если в луч одного из прожекторов попадал немецкий самолет, то ему не суждено уже было уцелеть, потому что еще десятка два прожекторов ослепляли и освещали его, и в ярком световом пространстве разрывались сотни зенитных снарядов. Самолет загорался и падал, а в поле прожекторов оказывался летчик на парашюте. Все это видели не только мы, но и немецкие летчики. Они стремительно разворачивались, снова появлялись над нами, и снова летели на Москву, и снова огненная стена пугала их. Десятки кругов небо над нами гудело. От нас к нам, а мы на стульях, и страшно, и уже шея болит, и все равно смотрели на небо. Между тем приближалось утро, небо начинало светлеть, и вся непрорвавшаяся к Москве армада сбрасывала предназначенные для москвичей бомбы и зажигалки на Быково и улетала в Германию. Москва. Сентябрь-октябрь 1941 года. 1 сентября 1941 года мы переехали из Быково в Москву. Немцы продолжали бомбить город. Вместо Быковской ямы теперь я каждую ночь дежурил на крыше своего дома. На Покровском бульваре напротив дома между деревьев и скамеек расположилась зенитная батарея, а на углу крыши дома были оборудованы зенитчиками две счетверенные пулеметные установки. На бульваре в некотором отдалении от зенитчиков далее через каждые 100-150 метров стояли лебедки, при помощи которых днем стальными канатами притягивались к земле, а ночью отпускались и поднимались на большую высоту похожие на китов или бегемотов заградительные аэростаты. В бывшей комнате техника-смотрителя на первом этаже у телефона по очереди дежурили мои сверстники, студенты и студентки, ждали указаний штаба обороны района. И когда сквозь кольцо зенитной обороны города прорывались немецкие бомбардировщики по сигналу тревога под завывание сирен, будков заводов, пожарных машин, мы, согласно указаниям дежурных, бегали по всем этажам, звонили во все квартиры дома, будили жильцов и следили, чтобы они вовремя спустились в глубокий подвал дома, оборудованный под бомбоубежище. После этого поднимались на чердак, где у каждого было свое место перед чердачным окошком, через которое мы легко вылезали на крышу нашего дома. Это одно из самых страшных воспоминаний моей жизни. На горизонте, видимо, появлялся вражеский самолет, сотни прожекторов, сотни разноцветных трассирующих пулеметных очередей, разрывающихся снарядов, сосредотачиваются на пространстве, в котором, предположительно, он находится. Вся эта масса огненного неба медленно, со все возрастающим грохотом, надвигается на нас. И все это было ничего, пока не начинали стрелять, расположенное под нами, на бульваре, зенитной батареи и одновременно на углу нашего дома с четверенными пулеметными установками. Глаза невозможно оторвать от ослепительного неба. Уши глохнут. Какая-то пронизывающая боль в ушах. Железная крыша нашего семиэтажного дома содрогается, и я начинаю медленно сползать по ней. Ложусь на спину и судорожно вцепляюсь руками в ребра между листами железной кровли. А грохот все усиливается. Вся крыша усеяна падающими с неба пулями и мелкими осколками снарядов. И кульминация. На крышу падает несколько зажигалок. Тут чувство долго берет вверх. Я вскакиваю на ноги и заранее приготовленной лопатой засыпаю огненные шары песком из ящика. Я не один. Нас на крыше человек двенадцать. И за несколько минут нам удается погасить все зажигалки. Страх навсегда забывается. Грязное, поцарапанное. Собираемся мы на чердаке и смеемся. И каждому хочется рассказать, как ничего не боясь, именно он погасил самую опасную, то есть загоревшуюся на самом краю крыши или незамеченную сначала и уже накалившую пространство вокруг себя зажигалку. В шесть часов утра после отбоя я спускался с чердака, заходил в свою квартиру, заводил будильник и мгновенно засыпал. Через три часа начинались лекции в юридическом институте. Так продолжалось десять дней. С первого по пятнадцатого сентября студентов всех курсов юридического института направили на работы в северный товарный порт на Москве-реке. А из членов литературного кружка создали бригаду по выпуску боевых лесков и плакатов типа «Окон роста». Работали мы круглые сутки в две смены. Я писал стихи к плакатам и тексты для боевых лесков, интервьюировал студентов, занятых на погрузке и впервые в жизни оформлял боевые лески как художник. А гид стихов своих не помню, но помню, что они нравились моим товарищам. Не помню состояние общего восторга. Мы были востребованы коллективом. Видимо, то, что у нас получалось, не носило формального характера, а вызывало всеобщий интерес. 16 сентября неожиданно для нас первая лекция проходила в помещении малого зала консерватории. Я не знал, что помещение института соединялось коридором с консерваторией. Удивление неизмеримо возросло, когда на сцене в сопровождении двух вооруженных автоматами ГБшников появился бывший генеральный прокурор, первый заместитель министра иностранных дел Молотова Вышинский. Директор института представил нам великого прокурора и объяснил, что два раза в неделю по два часа он будет читать нам курс истории дипломатии. Сто рук взлетело в воздух. Что происходит на фронтах? Почему наши так стремительно отступают? Что будет? Неужели Вы в самом деле оказались в плену вражеской пропаганды? Усмехаясь, говорил заместитель наркома. Неужели Вам непонятно, что наши маршалы заманивают армии Рейха в ловушку? Да, действительно, мы подпустили к Минску, но не пройдет и двух дней, как они побегут. И остановки уже не будет. Считайте, что мы уже одержали победу. Весь зал встает, горящие глаза, бурные аплодисменты, а через неделю неужели Вы в самом деле? Но речь уже шла о Смоленске. И уже всем было ясно, что великий прокурор врет. Последнее занятие происходило 15 октября. Эвакуация в Уфу. Поезд медленно движется на восток, проехали бронницы, впереди много дней дороги. Мы развязываем тюки, извлекаем постельные принадлежности, смываем себя в туалете пот и грязь. Поперек купе расстелены три матраса, три простыни, три одеяла. Постукивают и поскрипывают полки. День за днем мы едем лёжа, сидя, смотрим в окна. Постепенно и параллельно у всех нас, у всех наших соседей, а это работники наркомата и члены коминтерна, вожди компартий всех стран и народов мира, возникает мысль, какая большая страна. Город, сёла, леса и поля, далее и реки, холмы, дни и ночи, без конца и края. Не победят нас фашисты, всё ещё впереди. У коминтерновцев приёмники немцы в Москву не вошли, в Москву не окружили, войска их остановлены, фашисты нас не победят. И смотрим, как без конца и без края мимо нас на запад двигаются составы с военной техникой, танки, самоходки, пушки, дивизия за дивизией, это с Дальнего Востока, перебрасываются корпуса и армия, чтобы остановить и отбросить назад гитлеровские войска, а впереди города, реки, леса, поля, тысячи километров нашей земли. На восьмой день пути лидер венгерских коммунистов Ракоши стоп-краном останавливает наш состав. Оказывается, мы уже проехали Уфу, а машинист почему-то не остановил. Часов шесть идут переговоры, наконец на ближайшей железнодорожной станции наш паровоз маневрируя перемещается в хвост состава и тащит нас назад в Уфу. Вот мы и на месте. Выгружаемся, нас встречают папины сослуживцы, помогают выносить вещи на платформу. Уфимский вокзал, на площади два грузовика и автобус, вещи на грузовиках, мы в автобусе. Перед нами здание бывшего Уфимского оперного театра. Утро в нарком нефтяной промышленности срочно вызывает папу в Москву и мы остаемся вдвоем, я и мама в Уфе. Мой старший брат Виктор в Магнитогорске, в бронетанковом училище. Папа после недельной работы в Москве направляется в длительную командировку по стране. Цель командировки решить судьбу нефтепромыслов. Иду по улице Уфы. Библиотека работы. О, Господи! Значит, жизнь не остановилась. В библиотеке я выписываю книгу античного историка Светония «Диктатура Суллы». Читаю и постепенно возникает впечатление полного сходства с событиями четырехлетней давности. Аресты, пытки, проскрипции. Доносящий получает часть имущества гибнущего. И никто не знает, почему гибнут древнеримские интеллигенты по доносам бывших друзей, а то и детей, эдакие римские Павлики Морозовы. Нас человек сорок призывников. С троем уводят в казарму, забирают наши паспорта. На дворе казармы несколько повозок, телег с лошадьми и кучерами. Это не солдаты, а мобилизованные деревенские мужики. Свои рюкзаки мы складываем на телеге и по команде выходим из ворот. Несколько улиц кончается город, начинается полузасыпанная снегом проселочная дорога. Небольшой мороз, я знакомлюсь с ребятами. Виктор Вольпин, москвич, кончил десять классов. Сиротинский, Гудзинский и Заполь студенты. Робкий Саша Захаров, наглый одессит Хавайла. Татарчонок Яхин, москвич Гурьянов, будущий мой друг Олег Корнев. Забыл, забыл имена, фамилии, но ничего, может быть, пока буду писать, вспомню. Впереди город Бирск, до которого мы должны пройти пешком сто пятнадцать километров. В каких-то деревнях останавливаемся, пьем кипяток, закусываем тем, что взяли из дома. Всем родители надавали очень много вкусной еды. За двадцать дней я как бы пережил несколько жизней. Приобрел до конца своих дней друга Леву Сиротенко и до конца их жизни Володю и Аллу Поличуков. Когда Володя попал на фронт разведчиком, Алла проделала миллион препятствий, преодолела миллион препятствий, добилась направления в его часть медсестрой и в первом же бою погибла. А Володя окончил войну, был награжден несколькими орденами и нелепо погиб под колесами встречной машины, голосуя на шоссе. Папа. Группе, в которую он входил, представлено было право решать участь северокавказских нефтяных промыслов. Взрывать или не взрывать? Где бурить новые скважины? Потом командировка на Урал. С ноября 1942 года он работал в Москве, был награжден орденом, знак почета и медалью за трудовую доблесть. Мама. В 1942 году работает в Уфе директором парка у живого транспорта. Брат Виктор. Четвертый месяц курсант бронетанкового училища в Магнитогорске. Почему? Как он туда попал? Витя 23 года. В институте он трижды проваливался на экзаменах по политэкономии и диамату. На первом курсе Станкина он не может сдать экзамены по немецкому языку, не запоминает дат партийных съездов. Зато по высшей математике у него 5. По черчению 5. По физике и по сопромату 5. По всем социальным, специальным предметом, связанным с техническим мышлением, у него блестящие результаты. Три практики на заводе, три изобретения, три патента. Он мгновенно находил пороки и пути усовершенствования измерительных приборов. Переделывал бытовые приборы, чинил часы, придумывал новые схемы радиоприемников, усовершенствовал свой велосипед и был самым первым велосипедистом в Быкове. На площади перед Быковским кинотеатром он на велосипеде выделывал цирковые номера. Забыл сказать, что велосипед в Быкове был только у него. Ему было 14 лет, когда папа купил ему один из первых образцов первой серии советских велосипедов. Тогда милиция требовала, чтобы на велосипедах, как теперь на автомобилях, были сзади и спереди номера. Так вот, у него был московский номер 0003. Все девочки были в него влюблены. Он пел все арии всех опер. Весь репертуар Лещенко, Козина, Вертинского был страстным поклонником джаза Цфасмана. У нас был один из первых советских патефонов. Он усовершенствовал мембрану, тратил почти все заработанные деньги на пластинки Каруза и наших оперных певцов Лемешева, Рейзина, Козловского, Обуховой. Одним словом, он был очень музыкален. В институте его выбрали председателем студенческого клуба выходного дня. И он организовывал одни из самых интересных в Москве концерты. Вадим Козин и его аккомпаниатор Ашкенази несколько раз приезжали к нам на Покровский бульвар. Он затаскивал меня почти на все концерты в свой станки. В первых числах июля 1941 года он должен был защищать диплом. В институте было военное дело. Через месяц он, как и все парни его курса, должен был стать военным инженером. При эвакуации заводов на восток все они были бы востребованы. Но в конце июля 1941 на 30-й день войны состоялось комсомольское собрание студентов института. И что же делать? Все мы тогда голосовали только единогласно. Выездной инструктор райкома комсомола на общем собрании выразил мнение, что все настоящие патриоты комсомольца института откликнутся на призыв райкома в ЛКСМ и добровольно покинув стены института пойдут на фронт. И при открытом голосовании все дипломники подняли руки и единогласно стали добровольцами. Всех их направили в Магнитогорское бронетанковое училище. Следом за ними в училище пришло разъяснение, что дипломников станкостроителей мобилизовали ошибочно. В Магнитогорск с правительственным разъяснением поехала группа родителей. В Москву вернулись все дипломники, кроме Виктора и его друга. Им что-то не понравилось в конструкции машин. Виктор тут же стал предлагать усовершенствование каких-то узлов. Ему было очень трудно привыкать к армейской дисциплине, но стремительное овладение всем комплексом от вождения машин до сборки, ремонта и тому подобное выделяло его, облегчало трудное существование курсанта бронетанкового училища. Невозможно определить, как многим я был ему обязан. У нас все было общее, деньги, которые давали нам родители и заработанные им наши стипендии. На все свои вечеринки он приглашал меня. Все девочки, влюбленные в него, танцевали со мной. Я сидел с ними за столом, как равный, но и Витю я приглашал на все мои студенческие вечера, когда в 16 лет стал студентом юридического института и когда мы, члены литературного кружка, руководимого Осипом Бриком, выезжали читать свои стихи в студенческие общежития, а потом пили и веселились всю ночь напролет. Я тоже строил и пилил и благодаря ему увлекался авиамоделизмом. И на его велосипеде научились кататься и я, и все мои ровесники. Он не жалел своего времени и своего велосипеда. И когда что-то ломалось, мы все стояли вокруг него, а он показывал нам. Но больше всего он помог мне, когда я столкнулся с невыносимыми трудностями военного училища. Он каждый день писал мне письма, и мне легче становилось жить. 23-летний младший лейтенант, он пропал без вести в Сталинграде в августе 1942 года. Годы в памяти воскресли, детство, школа и война, девочка в глубоком кресле у раскрытого окна. Маскировка, голод, лето, я восторженно стою, про транзитные билеты и про сердце говорю. Три минуты остается, остальные на войне, а она в окне смеется и рукой машет мне. Это были отрывки из начала книги «Война все спишет» автор Леонид Рабичев. Вы его видите на фотографии. И ссылка на источник. На этом все, всего хорошего. Читайте книги, с ними интереснее жить. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ, Новосибирск. До свидания. Редактор субтитров Корректор КОНЕЦ